Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Сохранить уникальный культурный код. В Самаре открылся новый арт-объект из наличников. Безбарьерная среда на заседании общественного штаба по независимому наблюдению за выборами обсудили способы организации голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для любителей самокатов и скейтбордов на мехзаводе открыли новую спортивную площадку. За сутки в Самарской области зарегистрировали 441 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии превысило 90 тысяч. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf За последние сутки выздоровели 250 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 77 653 пациента. Темпы вакцинации, особенно людей пожилого возраста, нужно нарастить. Об этом говорили на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Заседание провел заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Какие еще решения были приняты в нашем сюжете? На минувшей неделе в регионе было зафиксировано на 2% меньше случаев заболевания коронавирусом. В то же время наблюдается рост в четырех возрастных группах – детей до 1 года, с 1 года до 6 лет, 15 и 17 лет и 65+. Опасения вызывает и рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев, тогда как за такой же период прошлого года в два раза меньше. Больше стало и заболевших вне больничной пневмонии. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, медики стараются максимально сохранять объемы специализированной помощи, проводить диспансеризацию. Однако пришлось пополнить ковидный коечный фонд сотней мест в больнице Середавина. Еще 70 появилось в модульном корпусе психиатрической больницы. На лечении в больницах находится 3781 пациент. Это уже наш последний рубеж, после которого мы, если не будем все вместе предпринимать соответствующих мер, это и вакцинация, противопиологические различные мероприятия, все, мы начнем опять сворачивать койки, а это значит люди, которые у нас с другими серьезными заболеваниями не будут должной эффективной медицинской помощи получать, и их состояние будет ухудшаться вплоть до самого нехорошего. Снизить риски для здоровья помогает вакцинация. Сейчас привиты около 1 миллиона 20 тысяч жителей. Из них оба компонента получили 897 тысяч человек. Но темпы недостаточные, считают участники оперштаба. Осенний сезон традиционно оказывается непростым еще с доковидных времен. Очень тяжело болезнь переносит непривитые пожилые люди. Было принято решение интенсивнее вести разъяснительную работу с этой категорией населения. Очень тревожная ситуация, связанная с ростом заболеваемости у старшего поколения. Это заболел человек 60+. Сразу очень серьезно начинается история уже в лечебном учреждении. Особенно если он не привит, я вам хочу сказать, что человек тоже на основании больших данных ничем хорошим это не заканчивается. Со 2 сентября начнутся проверки предприятий, которые входят в список обязательных для вакцинации. Кроме того, с завтрашнего дня в регионе стартует вакцинация против гриппа. В медицинские организации региона распределены около 300 тысяч доз. Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца. В старину считалось, что оконные наличники – главный барьер не только от сквозняков, но и от злых духов. В Самаре открылся уникальный арт-объект «Снято», который стал завершением проекта «Бережем наличники». Как сохраняют местный колорит, расскажет Ольга Хомаракулова. Резные фризы в виде маленьких арок и десятки ажурных орнаментов с элементами восходящего солнца, древа жизни и семейного гнезда. В историческом центре Самары открылся уникальный арт-объект из наличников «Снято». Все архитектурные детали восстановлены участниками проекта «Бережем наличники» и размещены на торце дома номер 192 по улице Чапаевской. В церемонии открытия арт-объекта приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Не бывает города без истории, ну не бывает, какой бы он ни был. А у нас эта история потрясающая, у нас есть прекрасные наличники, у нас есть прекрасные деревянные зодчицы, чтобы на этом примере учить наших с вами детей красоте, любви к городу, гармонии с городом. В создании инсталляции участвовали свыше 50 волонтеров. Несколько наличников, да, своими руками там шкурил. Если так вот по городу походить и внимательно посмотреть, то поймешь, что каждый объект в старом городе, он уникальный. Предшествовали открытию арт-объекта лекции и мастер-класса по реставрации в рамках проекта «Бережем наличники». Но курс истории на этом не закончен. На арт-объекте разместят QR-коды со ссылкой на ресурс о самарских наличниках с фотографиями, рассказами и маршрутами. Здесь будут QR-коды, здесь будет навигация, поэтому можно будет прийти сюда и ребенку с помощью гаджета увидеть ту жизнь, которая была у этого наличника или двери. Напомним, образовательный проект «Бережем наличники» стал победителем конкурса фонда президентских грантов. В Самаре его проводят при поддержке городской администрации. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Раньше обычных сроков уже 10 сентября в Самаре должны быть готовы к включению отопления учреждения социальной сферы. Задача, поставленная губернатором, будет выполнена, заверяют профильные службы. Для этого все работы производятся активными темпами. В первую очередь это касается модернизации теплотрасс. В этом году перекладки идут с небывалым размахом. Напомним, в целом по городу обновят порядка 35 километров теплотрасс. Большую часть участков протяженностью около 30 километров в рамках новой модели «Альткотельная» благодаря значительному увеличению инвестиций. Предусмотренная сумма приближается к 3 миллиардам рублей. На общегородском совещании, которое в департаменте городского хозяйства провел первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, повышенное внимание уделили перекладке теплосетей у образовательных учреждений. Здесь работы подходят к завершению. Так, сегодня бригады приступили к засыпке грунта и восстановлению благоустройства у 10-й и 148-й школ. Такие же работы проводятся у детского сада в районе пересечения Новосадово и Первомайской. Здесь гидроизоляция конструкции завершена. После ремонта подземных коммуникаций траншею закрывают, песок проливают. Это способствует дополнительному уплотнению слоев. В дальнейшем будет уложен новый асфальт. А вот у детского сада в районе Печорской и Авроры необходимо восстановить несколько секций забора. Сегодня к исходу дня, я думаю, проблема по 10-й и 148-й школе с территорией полностью будет решена. По детскому садику, по всей видимости, который находится на Первомайской, внутри двора, это будет завтра решение. В районе 122-я Аврора и Печорская. Там три пролета забора восстановить. Это тоже будет восстановлено сегодня. Все больше дорог в Самаре приводят в порядок. Ремонтируют комплексно, а также картами. Особое внимание перед днем знаний участкам вблизи школ. Так минувшей ночью работы вовсю велись на пятой просеке. Подробнее Мария Левина. Больше 4000 квадратных метров дороги приводят в порядок так называемыми картами на пятой просеке. Из-за густонаселенности микрорайона проезжая часть пользуется большим спросом и славится насыщенным трафиком, как утром, так и в течение всего дня. Работы ведутся во всех районах города. Отдельно хотим отметить тот факт, что работу выполняют в том числе и вблизи образовательных учреждений. Так, на пятой просеке выполняются работы по ремонту картами. В местах массового притяжения граждан, там, где есть образовательные учреждения, работы ведутся в приоритетном порядке. Исправить дефекты асфальтового покрытия взялись дорожники. Чтобы не усложнять дорожную ситуацию, работать выходят в ночь. Только на одном участке трудится 25 человек и порядка 15 единиц техники. Из-за большого трафика дорога очень быстро приходит на годность, поэтому появилась необходимость в ремонте данного участка. Сейчас идет подготовка, следом идет укладка. За ночь отремонтировали 2500 квадратных метров дороги. Сначала занимаются фрезерованием, срезают разрушенный слой асфальта. Далее выставление колодцев на проектную высоту. А на третьем этапе предусмотрена укладка асфальтобетонной смеси с предварительной очисткой участка от пыли и грязи. Здесь применяют новую современную смесь асфальта А-16ВН. Это один из базовых принципов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» использовать исключительно современные материалы. За работами ведется регулярный контроль городскими службами. Работы на объекте подходят к своему завершению. Сегодня в ночь подрядная организация планирует охватить работами финальные 2500 квадратов по основному ходу дороги. Затем отремонтируют примыкания и по современным стандартам обустроят два пешеходных перехода. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Равные возможности для всех участников избирательного процесса. Способы организации голосования для людей с инвалидностью обсудили на заседании общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. О том, как создать благоприятные условия для реализации активного избирательного права, расскажет мэрия Елчан. Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья – одна из приоритетных задач избирательной комиссии. В Самарской области будут работать 1785 основных участков. Из них 28 находятся на вторых этажах зданий, что доставляет неудобства маломобильным гражданам. По сравнению с прошлой избирательной кампанией, число участков на верхних этажах сократилось в 10 раз. Для людей с инвалидностью здесь организуют пандусы и подъемники. Кроме того, во время трехдневного голосования 17, 18 и 19 сентября им будут помогать волонтеры. Если человек сам попросит волонтера, мы, значит, обращаемся, чтобы волонтер поработал с этим человеком. Составляем списки, отдаем избирательную кампанию, отдаем штаб, и вот они начинают уже действие. Сейчас у нас идет электронная паспортизация избирательных участков. Это нам поможет постоянно в течение времени, то есть любой промежуток времени, отслеживать, в каком состоянии находится участок. Прикреплены там будут фотографии фасада, внутреннего состояния помещения. В рамках общения сегодня с представителями инклюзивного сообщества у нас получилось выявить именно вот те тонкие вопросы, которые мы будем решать. Самое главное, что мы сейчас находимся в высокой степени готовности к 19 сентября при условии трехдневного голосования. Для людей с нарушением зрения изготовили специальные трафареты для заполнения бюллетеня. Также была выпущена памятка со шрифтом Брайля о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут также проголосовать на дому. Для этого нужно заранее написать заявление и направить его в участковую избирательную комиссию, либо воспользоваться сайтом госуслуг. В этом нет ничего особенного. Это нормальная гуманистическая практика. Причем обязанность создавать такие условия именно на государстве. В лице представителей государства, ну, например, государственных органов, каковыми является организатор выборов. ЦИК, область Берком, территориальные комиссии. Модератором на заседании штаба по организации голосования для людей с инвалидностью выступил Павел Покровский, член общественного штаба независимого наблюдения за выборами. В рамках встречи было принято решение промониторить информационные ресурсы политических партий на наличие разделов для слабовидящих. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мэй Елчан, Николай Сидоров. События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Самарские студенты, которые поступили в ВУЗы региона, скоро получат обещанные губернатором выплаты. Когда ждать бонуса новоиспеченным студентам? Выплаты начнутся уже на следующей неделе, но сначала о бонусах для военных, ведь их ожидает разовая прибавка в 15 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Средства получат военные и правоохранители всех должностей и званий. Господдержка коснется и работников противопожарной службы. Деньги также переведут курсантам в военных училищ. Пособие предоставят обучающимся по программам военно-профессиональных образовательных организаций и военных учебных заведений высшего образования. При этом из этих денег нельзя удерживать средства по решениям судов, а также на основании приказов командиров воинских частей и исполнительных документов. Выплаты сделают в сентябре. Ранее президент поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Средства должны поступить уже в ближайшее время тем, кто получает пенсию на карту, ну а тем, кто через почту, придется немного подождать. Подробнее обо всем расскажем в сюжете. Выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислят россиянам, которые получают пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца. Таких в Самарской области свыше 958 тысяч. Гражданам, которые получают пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже 2 сентября. Таких в регионе более 663 тысяч жителей. Остальные пенсионеры получат пособие одновременно с пенсии – на дому или на почте. 24 августа президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей получателям пенсии. Подавать заявления пенсионерам никакие не нужно. Мы все сделаем автоматически по имеющимся в наших базах данных информации. Выплату получат как неработающие, так и работающие пенсионеры. У Татьяны Ивановны Леонтьевой, например, трудовой стаж больше 36 лет. Летом – дача, а вот зимой берет подработку по душе. На пенсию я вышла уже давно, еще в 97-м году. А сейчас, ну, скучно бывает зимой сидеть в четырех стенах. Я зимой работаю в музее, смотрителем. 10 тысяч – для нас это деньги. Получить деньги смогут граждане, постоянно проживающие на территории России и являющиеся получателем пенсии по состоянию на 31 августа. Единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки. Кроме этого, из нее не производится никаких удержаний и никаких вычетов. Приятный бонус в сентябре ожидает и студентов – тех, кто в этом году после школы поступил в учебные заведения Самарского региона. Им уже на следующей неделе начислят по 10 тысяч рублей. Выплаты ранее анонсировал губернатор Дмитрий Азаров. Главный сдерживающий фактор – что еще не все университеты опубликовали приказы о зачислении. Напомню, для получения выплаты необходимо подать только заявление. Его может направить сам новоиспеченный студент, если ему есть 18. Ну а за несовершеннолетних это делают законные представители. Заявление подается в Управление социальной защиты населения по месту жительства лично либо в электронном виде через социальный портал министерства. В Национальном союзе автомобилистов посоветовали россиянам повременить с покупкой новой машины год или полтора. Сейчас на рынке наблюдается дефицит машин, а также завышены цены, в том числе в связи с нехваткой деталей, усложнением логистики и стремлением автодилеров побольше заработать. Автомобилистам рекомендуют вложиться в ремонт и восстановление существующей машины, а не стремиться приобрести новую. Официальный курс доллара на 1 сентября – 73,28 рубля. Доллар снизился на 30 копеек. Евро – 86,67 рубля. Европейская валюта потеряла 14 копеек. Нефть марки «Бренд» тоже теряет в цене – 72,85 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре после благоустройства открывается общественная территория – спортивный мехзавод. Создание скейт-площадки стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Содействие». Как принять участие в этом и в других проектах благоустройства и привести в порядок свой двор или любимый городской сквер, знает Мария Левина. Грайнды, слайды, олли и флипы. Нет, это не язык неизвестной цивилизации. Всего лишь название базовых трюков со скейтбордом. Совершенствоваться в этом направлении могут сотни детей на мехзаводе. Здесь благодаря губернаторскому проекту «Содействие» открыли спортивную площадку. В районе она стала второй, но не менее долгожданной. В последнее время это стало модным, популярным. Все с самокатами, все с коньками, с роликовыми, со скейтами. Соответственно, решили попробовать в районе как-то сделать инфраструктуру. Потому что ближайшие серьезные объекты у нас в городе. Район у нас удаленный. В Красноглинском районе проживают больше ста тысяч жителей. С каждым годом появляется все больше детских площадок. Сегодня 70% дворов уже благоустроены и оборудованы детскими игровыми комплексами. Причем в проектах благоустройства активно участвуют сами самарцы, подсказывая и высказывая свои пожелания, которые учитывают в первую очередь. Как и получилось со скейт-площадкой. Десять лет назад на этом месте была танцплощадка. После недавней реконструкции сквера она пустовала. Ее заасфальтировали, привели в порядок и предоставили шанс жителям выбрать, чему конкретно здесь быть. Сквер, в котором мы находимся, это место привлечения всех жителей. Инициативная группа граждан, узнав о губернаторском проекте содействия, обратилась с просьбой именно по организации здесь такого спортивного городка, именно скейт-парка. Большинство людей проголосовало, поддержало эту инициативу. И вот нам удалось благодаря этому проекту содействия его реализовать на территории Краснодарского района. Дети приходят сюда и отдохнуть, и покататься, и позаниматься спортом. Тут есть все для того, чтобы и родители, и взрослые люди, пожилые люди отдохнули вместе со своими детьми. Сейчас преобразовать свой двор или ближайший к дому сквер может любой. Для этого нужно принять участие в одной из программ благоустройства. Это может быть формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», губернаторский проект «Содействие» или городская программа «Конструктор двора». Все подробности сможет рассказать управляющий микрорайоном. Мария Леевна, Николай Сидоров, События. Поездки к морю, городской туризм и оздоровительные курорты. Этот летний туристический сезон оказался гораздо насыщеннее, чем в прошлом году, когда из зарубежных направлений только в августе открыли Турцию. Несмотря на то, что власти Краснодарского края этим летом ужесточили правила заселения в отеле, регион стал лидером по посещаемости. Где этим летом отдохнули самарцы, расскажет Светлана Кудрявцева. Краснодарский край с начала года посетили более 11 миллионов туристов. Это на 20% больше, чем в прошлом пандемийном году, но не дотягивает до уровня 2019-го, когда на Кубань приехало 15 миллионов. В Крым за 7 месяцев приехало на отдых более 5,5 миллионов человек, на четверть больше, чем в 2019-м. Самарцы, как и большинство россиян, отдыхали в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсе. Однако, если в прошлом году отдых испортил коронавирус, то в этом было много природных катаклизмов. В зависимости от погоды нам приходилось уже в этом году корректировать немножко полетные желания туристов. Кто-то хотел в Турцию, были пожары, мы ориентировали их на Анапу, прилетали в Анапу, там были дожди, там были наводнения. Вот такой сложный сезон был в этом году. Кроме пляжного отдыха, самарцы отдавали предпочтение активному туризму и осваивали другие регионы. Были поставлены чартерные рейсы, они пока продолжаются, на остров Сахалин. Причем очень хорошие цены, то есть в пределах 40 тысяч рублей на человека, а то иногда и дешевле, на неделю можно было с экскурсионкой, с перелетом спокойно летать на Сахалин. Хорошие, очень цены на Байкал. Большой интерес людей к Закавказью, вообще к Кавказу, то есть, соответственно, Дагестан, Чечня. Вот эти направления, причем даже то, что не пляжное, а именно экскурсионное, это у многих вызывает большой-большой-большой интерес. Популярным видом отдыха стал городской туризм. Здесь бессменным лидером остается Санкт-Петербург. Многие в этом году рванули в Калининград из Самары-Чартера. Приток туристов туда вырос в два раза. Многие предпочли отдыхать на современных оздоровительных курортах, но и популярностью пользовались зарубежные направления. В этом году, несомненно, было больше у нас возможностей по странам. В том году у нас открылась только Турция, и выбора практически не было. И то это были первые туристы, которые решились в пандемию куда-либо ехать. В этом году намного больше выбор. Например, Турция, Кипр. Были в начале лета чартерные рейсы в Эмираты. Также россияне выбирали Грецию, Черногорию, Хорватию, но и Египет с перелетом до Каира. На сентябрь уже открывают прямые перелеты из разных городов России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарма-Шейх. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре это лето выдалось жарким. Среднемесячная температура воздуха была выше нормы. Самым горячим стал август, когда средний температурный максимум достиг 30,5 градусов. На 5,5 градусов теплее обычного. В июне средняя температура была на 3 градуса выше нормы – 26. Самым дождливым днем оказалось 13 июня. В этот день выпало 39 мм осадков. В июле, наоборот, было сухо. Выпало всего 27 мм осадков при норме – 53. Среднемесячная температура июля была на 1,5 градуса выше нормы – около 27,5. Это выяснили специалисты Яндекс.Погоды, изучив данные за последние три месяца. Самым холодным днем лета было 4 июня – примерно 18,5 градусов. А самым жарким – 3 августа. Воздух прогрелся до 38,5 градусов. Сам август был чрезвычайно сухим. Выпало всего 0,3 мм осадков при норме – 42. Похожая погода наблюдалась этим летом в Испании, Болгарии и Великобритании. Июнь в Самаре был таким же, как в Мадриде. Июль – как в Софии, а август – как в Глазго. В Самаре 2 сентября на набережной состоится кинопоказ «Тишина». Он приурочен ко дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения городу Куйбышеву статуса запасной столицы. В программе кинопоказа – документальные ленты о военном времени. В том числе можно будет увидеть и фильмы телеканала «Самара ГИС». Показ пройдет в открытом кинотеатре «Уладьи» с 6 до 9 часов вечера. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Самара ГИС» «Самара ГИС»